Здравствуйте! Вы смотрите телеканал ЛОД. В эфире тема дня. Сегодня мы поговорим о работе миграционной службы на Луганщине. У нас в гостях начальник Северодонецкого городского отдела УГМС Украины в Луганской области Екатерина Павлова. Добрый вечер! Добрый вечер! Екатерина Александровна, с сегодняшнего дня получить прописку гораздо быстрее, чем это было раньше. Потому что с сегодняшнего дня государственная миграционная служба передает свои полномочия в органы местного самоуправления. Расскажите нашим телезрителям, что это такое за новшество? В конце года 2015-го был принят закон об внесении изменений в некоторые законодательные акты, которые расширяют полномочия именно органов местного самоуправления. Тем самым предусмотрели 4 апреля, то бишь, да, действительно, с сегодняшнего дня передачу полномочий в сфере миграционной службы. Это осуществление регистрации, снятие с регистрации места проживания, места пребывания именно в органы местного самоуправления. У нас, значит, завершена уже последняя стадия по городу, то есть передача картотек. Производить будут у нас это в городе по адресу Дружбы народов 32А, Центр надавания административных послуг города Северодонецка. Они будут работать, в принципе, полную рабочую неделю. Но хочу обратить внимание, что законодательно предусмотрены еще сельсоветы. Сельсоветы у нас есть Боровской и Сиротянский, которые обслуживают свою территорию. То бишь, точно так же, как таково для граждан и для тех, кто будет обращаться из поселковых советов, Боровской, это у нас Калинина 7, а Сиротина, Школьная 34. То есть произведение для производителя прописка-выписка будет именно в подконтрольной для этой территории. Что далее предусмотрено? То есть граждане уже будут обращаться напрямую. То есть для них будут выделены отдельные сотрудники, которые ведут их неприемы. Они пришли в день обращения, получили регистрацию, снятие с регистрации места проживания. То бишь, это по законодательному упрощает систему. И далее Центр на данный административных послуг будет напрямую уже общаться с реестром избирателей. И совсем ждем улучшения, что это будет намного проще. То есть на сегодняшний день, с завтрашнего дня, непосредственно уже люди могут приходить в местные органы самоуправления. Совершенно верно. Все ли там готово для того, чтобы уже принимать этих людей? Есть ли все необходимое оборудование? Ну, за оборудование, наличие, в принципе, больше бы спросить как бы из полком. Потому что то, что касается от нас, хочу сказать практически, планы обучения у нас произведены. То есть обучение прошли у нас сотрудники ихние. Научить, мы, я думаю, справились с этой задачей. После чего картотеку, которая нужна им для работы конкретно, регистрации, снятия, мы им точно так же уже передали акты, уже составили. По оборудованию, в принципе, готовы. Они работают буквально сегодня, так как сегодня 4 число, с 11 часов они работают. С 11 часов я посетила Центр на данный административных послуг именно в Северодонецке. То есть люди на местах, люди как бы уже сидят, готовы работать, но пока еще ни одного человека у них не было. То есть я хотела посмотреть, может быть, малейшие какие-то еще им недочеты, либо вопросики в момент оформления у них возникнут. Но, в принципе, готовы, сидят, ждут. То есть с завтрашнего дня можно уже идти на эти места и оформлять все соответствующие документы? Сильно не изменится. Хочу обратить внимание, многие, может, думают, что это новшество, оно изменит, видоизменится сильно заявление, либо еще что-то. Заявление все остается примерно такое же, чуть-чуть изменяется, чуть-чуточку добавляются буквально некоторые графы, которые сужают именно орган самоуправления, что принимают. И все. Весь комплект документов, как и раньше, согласно закону Украины о свободе, про свободу присувания, тавильной вибрии и месторожевания, все остается, в принципе, в том же порядке. То есть для регистрации человек, чтобы понимать, должен обращаться лично, должен обращаться со своим паспортом. Далее, обязательно иметь право владения, то есть военный билет, согласие. То есть все остается то же самое по комплектации. Чтобы не боялись и лишних вопросов не возникало, это просто меняется орган, который это будет осуществлять. С января этого года миграционная служба была исключена из процесса регистрации внутренне перемещенных лиц. В результате чего некоторые управления соцзащиты попросту отказывали в оформлении и продлении выплат для тех, у кого не было этого штампа соответствующего в справке. Скажите, как сейчас миграционная служба снова проставляет эти штампы или же нет? Нет, действительно, правильно вы говорите, с января месяца. Закон Украины в статье номер 921 вступил в действие с 13 января 2016 года, который вносит изменения в законодательные акты, предусмотренные временно перемещенных лиц. А именно закон Украины исключает по той статье, которая регламентировала проставление штампы, проверки нас и все остальное. В конечном разделе он дает указание в течение трех месяцев привести в соответствие другие законодательные акты. А чем самым? Постановление 509 должно видоизмениться, как я понимаю. По городу Северодонецку проблем у нас ни с соцзащитой, ни с пенсионным в принципе не возникало. Мы тесно общаемся как руководители между собой. Но если вдруг какие-то вопросы были, нам задавали это в письменном, мы давали разъяснения. Поэтому с временно перемещенными лицами не должно возникать было проблем по городу Северденского. Некоторые, услышав действительно, что мы возобновили штампы, обращались к нам, мы точно так же консультировали, объясняли. Закон указывали какой. И я вам хочу сказать, массовых каких-то невзаимопониманий не было. То есть справки без штампов, они так же и остаются действительными? То бишь по городу справка предоставляет, это статус, правильно, временно перемещенные лица. То бишь статус дает соцзащита. Поэтому они пользуются этим статусом и обращаются в другие организации. На данный момент у нас проблем, вопросов никаких нет. С января государственная миграционная служба начала оформление новых ID-карток. Скажите, что это такое? Что это за такой новый паспорт? Чем он отличается от старого? Ну смотрите, может быть я даже начну чуть-чуть пораньше, как бы с 6 декабря 2012 года вступил в силу закон Украины о единственном государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личности или специальный статус. То бишь еще этим законом было предусмотрено организовать оформление биометрических паспортов с электронным либо без электронного носителя. Действительно, с 1 января 2016 года в Украине началось оформление биометрических паспортов. Сейчас данное оформление идет пока в разделе 16-летком. Техническое описание и сам порядок оформления предусмотрен постановлением Кабинета Министров 302. Где, как бы я могу вам сказать, этот паспорт выглядит в виде карточки, айди-карточки. Самая верхняя графа, где герба и название паспорт гражданина Украины. Я как бы к чему хочу сделать этот акцент, потому что многие сразу его называют айди-карточкой. Это не айди-паспорт, это паспорт гражданина Украины. Точка. Просто он в форме есть. Было ранее книжечки, теперь в форме айди-картки. Айди-карта в себе несет уникальный номер в едином демографическом реестре, несет отцифрованную подпись, отцифрованное изображение, анкетные данные, которые нужны для соединения именно с единым демографическим реестром. Могу сказать, что по биометрическим плюсы и минусы. То есть биометрический паспорт, как таково, он будет практичнее этот. То бишь книжечка, ну у вас вот была книжечка, у меня книжечка. Мы когда пересекаем, ну ездим, везде ее предоставляем, либо в организации затирается, где-то рвется, где-то еще. То бишь этот паспорт, он будет более износостойкий. Так как это пластик, так как его не надо листать очень долго и все остальное. Впервые паспорт точно так же получается бесплатно. А значит биометрический паспорт в форме ID-карточки, он в принципе и безопасность есть определенная. При утрате паспорта, многие всегда боялись, когда потеряли книжечку, все есть. И прописка есть, и можно пользоваться, и можно оторвать фотографию, переклеить свою, попробовать. То есть были разные ситуации. И гражданин, который потерял паспорт, он спешил обратиться либо в органы милиции, либо к нам, чтобы заявить данный паспорт утраченный. Почему? Потому что, чтобы никто не воспользовался его паспортом. ID-паспорт теперь получается у нас, паспорт Украины, то есть в форме ID-карточки, он защищает в этом. Как именно? Получается, для защиты информации, там есть электронный носитель, который при соответствии, при предъявлении данного паспорта визуализацию уже невозможно изменить, потому что данная фотография в виде, извиняюсь, фотография облыча, фотография внедрена именно в саму карточку уже. То есть невозможно поменять фотографию. Подпись невозможно исправить, либо подделать, либо дорисовать. И анкетные данные, помимо того, что идет с электронным носителем, та вся информация, которая внутри. Человек, который найдет карточку, он не владеет, он не знает ни идентификационного кода, он не знает регистрацию данного человека. Поэтому на карточке минимальная информация. Максимальная информация – это, конечно, электронный носитель, который там внедрен. Поэтому, в принципе, здесь при утрате этого паспорта, конечно, обращаться, конечно, восстанавливать. Но, по крайней мере, мы можем утверждать, что ним не смогут воспользоваться в полной степени. Сейчас вы говорите о том, что эти новые паспорта могут получать только те лица, которые достигли 16 лет. А когда будет замена старых паспортов для всех людей? Значит, на данный момент нет обязательного, либо принуждения, либо обязательности замены книжечки. Сейчас рассматривается законопроект о оформлении оплаты государственного даршмыта, получается. Как только будет установлено, после чего начнут всем взрослым менять книжечки на паспорта. Но это будет делаться постепенно. Обязательности в этом пока нет. А если человек потерял старый паспорт, тогда ему уже будут выдавать ID-карту, или все же ему снова будут выдавать старого образца паспорт? На данный момент старого образца. То есть паспорт в виде книжечки. Скажите, пожалуйста, оформление ID-карток проводится по желанию, или все-таки если человек, который достиг 16-летнего возраста, он не хочет оформлять эту ID-карту, он может еще получить паспорт старого образца, или это обязательная процедура? Значит, оформление это уже идет паспорт гражданина Украины. То бишь, если гражданин, достигший 16-летия, он обращается для получения паспорта гражданина Украины. Паспортом гражданина Украины у нас уже является в форме ID-карточки. Поэтому книжечки мы оформляем взрослым людям, которые уже как минимум повторно получают, либо по смене фамилии, либо ID-карточку оформляют 16-леткам. То бишь, бояться не надо. Я же говорю, это в первую очередь паспорт гражданина Украины. Везде прописаны, везде уже предусмотрены законодательно. Какие документы нужно иметь при себе, чтобы прийти оформлять паспорт, вот этот новый ID-карту? Они как-то изменились по сравнению с тем, как мы оформляли наши паспорта старого образца? Значит, изменились, намного упростилось. То есть, для оформления паспорта гражданин Украины в форме ID-карточки достаточно иметь свидетельство о рождении. То есть, не надо фотографии, не надо какие-либо дополнительные документы, потому что оформление заявления анкеты производится уже у нас в электронном варианте при оформлении. Одной ID-карты достаточно, чтобы, например, проехать через блокпост? Или нужны еще какие-то документы? Ну, к паспорту гражданина Украины в форме ID-карточки сейчас мы еще выдаем справку в регистрации. По одной простой причине, не все организации, особенно блокпосты, оснащены считывателями. Поэтому данная справочка, которая заверена мокрыми печатями и указана конкретно, к какому паспорту она выдана, несет регистрацию, так как в основном на блокпостах спрашивают и интересуют, помимо удостоверения личности, еще где человек прописан. Поэтому мы выдаем данный документ, по которому можно посмотреть, где человек зарегистрирован. Планируют ли заменять в ближайшее время всем гражданам Украины старые паспорта? Или когда это стоит ожидать? Стоят какие-то конкретные? Сроков пока нет. Пока мы не сможем определить, пока у нас не смогут определить, какая будет взиматься госпошлина, мы не сможем говорить, что вот уже все, 100%. Я думаю, что это будет все равно сделано плавно, постепенно, потому что все равно каждый день обращаются к нам по непригодности замене паспорта, по смене фамилии, по 25-45-летию, потому что это уже пластиковый будет меняться. То есть это все произведется, я думаю, спокойно и без всякого ажиотажа. На сегодняшний день много уже 16-летних получили новые айди-карты? По городу Северодонецку я могу сказать, я думаю, что где-то до 200 человек. Но, чтобы вы понимали, у нас в области работают уже еще 4 центра, всего 5. То есть в тех городах точно так же оформляют они айди-карточки. Это у нас Сарабельск, Сватово, Рубежное, Лисичанское и также мы Северодонецк. То есть оснащается область максимально для оформления. Поэтому там тоже достаточно выдаются, я хочу сказать. Поговорим с вами о оформлении загранпаспорта. Сколько на сегодняшний день стоит оформить загранпаспорт? Ну, я вам могу так сказать, что на сегодняшний день при оформлении документа, в зависимости, тут идет зависимость от типа, какой хотят оформить, об обстоятельствах оформления данного документа, зависит и стоимость. Так как стоимость предусматривается законодательными актами нашими. То есть мы не берем его с потолка. Это законодательные акты. В первую очередь это декрет государственной дыржемыти нашим предусматривает обязательный платеж, это госпошлия. Дальше. Постановление Кабинета министров про предоставление административных услуг. Также постановление Кабинета министров это 10.98, это предусматривает. Есть и второе, есть ли утрата, то есть какие в этом. И хочу вам сказать, есть договор на закупку, на централизованных бланков, которые производятся, для изготовления паспорта гражданин Украины для выезда за границу. Тут тоже типаж различается. Есть с электронным носителем, есть без электронного носителя. То есть законодательные четко предусмотрены суммы. Гражданин может однозначно по своей специфике и по оформлению, то есть утрачено, не утрачено, на консультации мы это все оговариваем. Потому что начинать людям давать разные вариации, которые возможны, это очень трудно и просто человек начинает путаться. Почему? Мы проводим консультации для того, чтобы понять. При консультации также спрашиваются, были, не были паспорта. Многие забывают, многие не понимают, что за них надо за утраченные оплачивать другую сумму. Поэтому это все выводится в вопрос на консультации. В сети интернет очень много предпосылок для того. Люди говорят, что стоимость 170 гривен и не выше. Из чего взята такая сумма? Почему такая цифра? Я думаю, что данный вопрос надо задать больше тем гражданам, которые это выводят. Потому что с каких они берут, с каких нормативных актов я не могу сказать. То есть есть конкретные законодательные акты, действующие, которые не прекращены в своем пункте каких-либо. То есть четко законодательные акты, которые предусматривают административную услугу, то есть 170 гривен. Это не больше как бы госпошлина. Да, действительно, соглашусь. Но так как есть декрет госпошлины, они его выполняют. Но есть же и постановление кабинета министров. То есть это не внутренние даже документы Державной мигративной службы. Это постановление кабинета министров. И точно так же в договор о закупке. То есть договор о закупке тоже находится в открытом формате. То есть это можно найти все, по крайней мере, на официальном сайте Государственной миграционной службы. Данные суммы все там видно. Почему некоторые граждане считают, что один закон надо выполнять, а другой нет, тут я вам не могу пояснить. Какие документы нужно иметь при себе, чтобы прийти к вам и оформить загранпаспорт? Что-то изменилось по сравнению с прошлым годом? Ничего не поменялось совершенно. Значит, для оформления паспорта гражданина Украины при себе обязательно иметь нужно паспорта гражданина Украины. И идентификационный код по желанию. Потому что это опять же будет внедряться в единый демографический реестр. То есть мы как бы настраиваем на это. Если на момент получения готового загранпаспорта человека нет в городе, можно ли получить его документ по доверенности? Значит, получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу производится при наличии паспорта гражданина Украины. Поэтому предъявить паспорт гражданина Украины может человек только лично. Я объясню почему. Потому что паспорт гражданина Украины при получении вносится отметка о том, что данному гражданину выдан паспорт конкретной серии, конкретного номера и конкретной кодировки. Если человек придет по доверенности паспорта гражданина Украины, у него не будет присутствовать, потому что паспорт невозможно передавать посторонним лицам, поэтому он не сможет получить данный паспорт. То есть доверенность только лично нужно получить? Только лично, да. Если человек, например, учится за границей и он хочет оформить загранпаспорт, ему обязательно приезжать снова в Украину, здесь оформлять или это можно сделать и там? Значит, человек, который учится, либо живет за пределами государства, он по какому-то документу туда выехал, уже вопрос возникает. То есть если это официально, он, например, у нас числится как выехавший на постоянное место жительства, то бишь тогда он может обращаться именно в посольство, консульство. Но в практике, могу сказать, в основном все приезжают к нам и документируются, потому что многие люди выезжают, просто выезжают по своему желанию, по приглашению, по туристическим изначально потом остается, то есть у них нет оснований для этого. Поэтому они приезжают к нам и оформляют. Я хочу чуть-чуть тут как бы сказать, что паспорт гражданин Украины для выезда за границу, они могут обратиться в любой орган, который оформляет его. То есть если человек прописан в городе Севердонецке, это не значит, что он должен именно в Севердонецк добираться. Он может обратиться в любом городе совершенно. А паспорт гражданин Украины в форме ID-карточки, конечно, он обращается по месту регистрации, то бишь проживания. Вот здесь вот чуть-чуть у них как бы, да, разница есть, чтобы вы понимали. А паспорт гражданин Украины для выезда за границу, он опять же повторюсь, в любой город, который как бы оформляет. Сколько на сегодняшний день нужно ждать с момента оформления документов до момента получения паспорта? На сегодняшний день, согласно постановлению 152 кабинетов министров, оформление производится, именно оформление с дня фотографирования в течение 20 дней. Но здесь не указывается срок доставки. Чтобы вы понимали, мы паспорта гражданин Украины для выезда за границу получаем из Киева. Это идет спецдоставка. Поэтому сроки не предусматривают именно по доставке, не могут сказать. Но хочу вам, как бы, может быть, людей чуть-чуть успокоить, в 30-дневный срок мы вкладываемся, с дня фотографирования. Поэтому сейчас, так как запущены, опять же, у нас теперь в области 5 центров, которые изготавливают паспорта граждан Украины для выезда за границу, мы работаем в штатном режиме, люди у нас не задерживаются. В плане, как вот было, помним, очень большой пик в 2014 году, что сроки не превышались, но как бы очень-очень много людей было. Сейчас я хочу сказать, запись производится в течение 10 дней, как бы фотографирование, то есть мы вкладываемся в сроки полностью. Ни для кого не секрет, что очередью в паспортных столах приходится выстаивать очень-очень долго. Скажите, когда мы можем рассчитывать на то, что в нашей стране ведут вот эти вот электронные очереди, о которых так широко обсуждается и в соцсетях? В миграционной службе уже запущен пилотный проект, можно его называть. Всех ознакомлюсь, МИ ознакомливалось точно так же, но только по Киеву, некоторые районы. То есть туда внедрена электронная очередь на оформление паспорта гражданин Украины для выезда за границу и на оформление паспорта в форме ID-карточки. Но только это два района Киева пока. Удобно, удобно для людей, удобно и для нас, потому что мы уже готовы. Каждый будет готов сотрудник к приему и конкретику времени этого человека. Пока мы эту очередь создаем в живом состоянии, то есть человек приходит, заходит и дальше мы определяемся. Надеемся, что в скором времени у нас такое появится. Расскажите поподробнее, как работает эта система, что нужно в такой электронной очереди? Человек сам регистрируется, ему нужно опять-таки приходить или нет? По электронной очереди, каждый может ознакомиться опять же на официальном сайте Миграционной службы Украины. Это тот пилотный проект на два района. Что там надо? Человек самостоятельно заходит, имея доступ в интернет, заходит на официальный сайт, где есть ссылка на регистрацию в электронной очереди. Записывает, выбирает разделы, что конкретно, в каком районе. Потом, что конкретно. Оформление паспорта гражданин для выезда за границу, либо оформление паспорта ID-карточки. То есть он вносит конкретно ту информацию, выбирает? Я могу даже больше сказать, он не вносит, то есть он выбирает, ему предоставляется сразу меню пользователя, где он вносит выбор. И потом ему по окончанию предоставляется время, которое на данный момент свободно, которое он подстроится под себя, выберет более удобное для себя время. Он регистрируется, вносит свою фамилию, после чего к этому времени, не забывая, конечно же, что ему надо обратиться, к этому времени, подходит уже в тот район, где зарегистрировался, по конкретной услуге. И он уже знает, что ему надо предоставить, потому что перечень документов, которые надо предоставить для оформления, это точно так же далее на этом сайте есть. Именно на ваш взгляд, Екатерина Александровна, вот такая вот электронная очередь, она будет более эффективной? Или в ней тоже есть свои минуса? Я думаю, конечно же, эффективной для людей, потому что планирую я, они могут, то есть они могут планировать, планировать затратное время, то бишь у нас многие приходят, я понимаю, отпрашиваются с работы, отпрашиваются еще откуда. Бывают разные граждане, которые зашел, недостаточно было ему 15 минут, к примеру, чтобы это, бывают граждане 40 минут, объясняешь, занимаешься вопросом. Здесь уже будет распределено, как бы, четко, конкретно по направлениям, потому что в кабинет, где оформляются загранпаспорты, опять же, могут зайти совершенно с другим вопросом. Пока ты объяснишь человеку, что это другое направление, что это надо спуститься в другой кабинет, это тратится время. Здесь будет конкретика, конечно. Единственное, что хотелось бы от людей, это, ну, чуть-чуть пунктуальности, и, конечно же, не забывать. По одной простой причине, потому что на них будет выделено время, и за ними тоже будут записаны люди. Но практика, я думаю, будет очень хорошая. То есть и не будет столпотворений, не будет каких-либо в очереди непонятных слухов, потому что очень часто поступают жалобы, которые оказываются на консультации, и не получена такая информация. Когда мы начинаем разговаривать с человеком, он стоял в очереди, а вот бабушка сказала, а кто-то это решил, что это вот так, вот после чего, а почему так? Когда мы смотрим, вроде же, и не было таких людей, не было такой ситуации. На этом мы ставим точку в нашей беседе. Спасибо вам большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Пожалуйста. Дорогие телезрители, до свидания, до встречи в следующих программах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова